Вопрос в том, что вы думаете о проблеме впечатления или особого рода восприятия? Вопрос в том, что вы думаете о проблеме впечатления или особого рода восприятия? Вопрос в том, что вы думаете о проблеме впечатления или особого рода восприятия? Вопрос в том, что имеется в виду какая-то внутренняя субъективная игра воображения, связанная с этими мгновениями у человека. Ассоциации, которые развёртываются, завязываются, психические ассоциации у человека, поток сознания и так далее. Все те слова, которые я сейчас сказал, никакого отношения к делу не имеют. На самом деле, Пруст, как и многие другие, как и Джойс, скажем, как Фолькнер, как Вирджиния Вульф, и ещё я могу назвать, и походу я буду называть других людей, которые связаны внутренне с Прустом, связаны с его жизненной задачей, которая стала жизненной задачей многих художников в 20 веке. Эту жизненную задачу я определял вам так, что если в 20 веке общество смещались к рабству, то художники смещались к героическому искусству. Вот такой был разрыв между одним и другим. То есть художники смещались к героическому искусству именно потому, что что-то происходило в обществе. Они воспринимали это как закат или угрозу в свободе. И им ничего не оставалось, как попытаться быть героями. А героями быть сложно. И я сейчас, так чтобы вы понимали, понять то, что я говорю здесь, не трудно. А чтобы максимально у вас большее количество ассоциаций было в голове, и чтобы вы увязывали бы разные культурные темы одну с другой. Я сказал, что героями вы, конечно, вкладываете сразу психологический смысл, который, конечно, здесь есть. Но я имею в виду и другой, более глубокий философский смысл. В философии героем называется человек, который полностью присутствует здесь и сейчас. Или человек совершенный, который одновременен себе во всех своих частях. Дело в том, что человек психологический, эмпирический человек, он не одновременен самому себе. Одна нога или один палец у него в одном месте, а другой палец или другая нога в другом месте, он разорван в действительности во времени и в пространстве, и почти что никогда не присутствует там, где нужно присутствовать, не присутствует целиком. Ну, хотя бы, например, про простой психологический пример не присутствует, я уже приводил. Ну, скажешь, ты не присутствуешь, когда ты спишь. Тогда, когда нужно бодрствовать. Скажем, в греческой философии такой героизм всегда обозначался символом стояния, то есть вертикального человека, не того, который по горизонтали рассыпан по точкам пространства и времени, а тот, который собран, полностью собран. Ну, а полностью собран это непросто. Есть такая, чтобы вы немножко и отдохнули одновременно, есть такая старая очень притча философская, античная. Ею часто пользовались для того, чтобы объяснить, что такое философия. Салон, вы знаете, это древнегреческий мудрец и оратор, как-то встретился с Крёзом. А Крёз – это один из легендарных, сказочно богатых царей древности. И Крёз, ощущая сам себя очень счастливым, потому что он был сказочно богат, владел царством, спросил, будучи уверен, что сам-то он счастлив, спросил у Салона, «Ты встречал ли когда-нибудь счастливого человека? И что такое счастье?» Салон на это ему ответил, что ни один человек не может сказать, что он счастлив, пока он жив. То есть, он имел в виду, что человек есть, что я скажу так, что человек не весь целиком присутствует в человеке. Он весь как-то распростёрт в более широком пространстве, и ты никогда не знаешь, когда и где на выставленную тобой ногу или руку кто наступит. К этому греки добавляли такую байку, что во время Олимпийских игр, которые в те времена действительно были Олимпийскими, два брата, юноши, победили во время соревнований колесниц. А для греков победа такого рода, спортивная победа, как и какой-нибудь другой подвиг, всегда сопровождалась словом «ориол». Ну, «ориол», вы знаете, не случайно потом этот «ориол» перекочевал в икону такого изображения. Ориол это... Что такое ориол? Это ориол, внутри которого человек полностью собран, то есть какой-то круг, который охватывает и вбирает в себя человека целиком и завершает его. Он полон и завершен. Вспомните еще и толстовскую проблему, о которой я вам говорил, о завершенности смысла. Вот я... Это не пояснение, а просто чтобы ваша мысль скакала в разные стороны, и так она, вернее, будет тянуть нити нашей жизни. И вот эти два брата, увенчаны ориолом, они свершились. И на вершине этой своей славы, утомленной своим подвигом, они заснули. И пока они спали, их мать взмолилась, чтобы во время сна, пока они не проснулись, или выразимся иначе, пока они не вышли из своего орела, который их замкнул, чтобы они... Бог их взял к себе, то есть чтобы они умерли. И Бог, какое-то божество, вняло в молитве матерь, и они ушли из жизни. Иными словами, здесь символ смерти есть указание на нечто, что невозможно. Пока ты жив, но что свершается в какой-то момент, называемый смертью. Но когда мы мертвы, мы не обладаем тем, чем обладаем, только тогда, когда умираем. То есть мы завершаемся, когда умерли, а будучи мертвыми, мы этого не имеем. к тому же мы не знаем, когда мы умрем. И поэтому обратный отцвет смерти, или символа смерти, или нашей устремленности к смерти в этом смысле, не в психологическом смысле, что я хочу умереть, как часто упрекают экзистенциалистов в 20 веке, что они вот больны манией смерти и так далее. Это все ерунда. Это просто тот, кто говорит, не понимает, о чем идет речь, поскольку там, где идет об этом речь, упоминается слово смерть, говорится о направленности к смерти и так далее. Дело в том, что обратный отцвет, как я сказал, этой смерти сюда собирает нашу жизнь в той мере, в какой мы ее можем собрать. Значит, вот это вот героическое совершенство, оно, как видите, непростая вещь. Она есть явление человеческой зрелости или акме, как говорили греки, но его нельзя ни продлить, ни повторить. Ни продлить, ни повторить. Так что вот это разъяснение просто к слову, которое я употребил в обороте героическое искусство. Оно означает, что люди хотели средствами своего искусства быть, присутствовать полностью и целиком там, где речь шла о их жизни и о их судьбе. И не быть рабами рассеянного состояния. Я вам еще дам такое пояснение. То есть я, короче говоря, сейчас поясняю вам этический или гражданский смысл тех абстрактных и, казалось бы, философских или эстетических рассуждений, которые мы предавались в прошлый раз и до этого тоже. Как видите, здесь нет у меня различий между этикой, эстетикой, между философией и эстетикой и так далее. Значит, мы фактически установили, повторяю, этический гражданский смысл наших рассуждений или то же самое я могу сказать так, метафизический смысл наших рассуждений. И тем самым мы фактически уперлись в проблему свободы и гуманизма. А вы знаете, что искусство, та разновидность искусства, которой принадлежит Пруст, как Джойс, как Джинни Вульф и так далее, обычно упрекается эта разновидность в том, что она отказалась от идеалов гуманизма. Или разочаровалась в них, считая их невозможными, или отказалась от них. В действительности, да, конечно, произошел отказ от традиционного гуманизма, то есть от традиционного образа человека. Как такого существа, который следует каким-то высоким нормам и идеалам. Просто по одной причине произошел отказ от традиционного гуманизма. По причине глубокого осознания, что в действительности человек человечен не путем следования идеалам и нормам. Что норма или идеал в той мере, в какой они выполняются, потому что человек им подчиняется как чему-то, что приходит к нему извне нормы культуры, это тоненькая пленочка на вулкане, который очень легко эту пленку может разорвать. Об этом еще Ницше предупреждал европейскую культуру в конце 19 века. Это предупреждение осталось в силе и в 20 веке. Что имелось в виду? А имелось в виду, что если человек полый, то есть пустой внутри, и не из его корня, вот того, который я назвал невербальным корнем испытания, если не из невербального корня испытания выросли идеалы, то этим идеалом грош цена и они рухнут в бездну распада и хаоса. Ну, как и случилось, вы знаете, была Первая мировая война, потом была Вторая мировая война. Следовательно, человек оказался проблемой в этом смысле слова. А мы установили простую вещь, даже просто анализируя восприятие или то, что я условно называл топологией того, что мы можем видеть, понимать и так далее. Помните, я говорил, точка такая, так к ней нельзя прийти, или в нее ничего не входит и так далее. Все эти квазиученые слова я употреблял. А мы установили такую вещь, я сейчас ее напоминаю, что в познании испытания или впечатления, о которых мы говорим, нет царского пути. То есть никто никаким положением не избавлен от необходимости самому понимать, страдать, любить, ненавидеть и так далее. А если так, то страдания, любовь, ненависть и так далее подчиняются определенным законам, которые мы как неумолимую орбиту должны проходить. И поэтому тот путь, который выбрали художники, в том числе путь, можно назвать так, он не антигуманистический путь, он путь восстановления действительного облика возрожденческого человека, человека, то есть человек, который один на один с миром и должен проделать испытания, в котором нет никаких внешних гарантий. И это испытание представляет уникальную ценность. Это испытание я называл внутренним словом или внутренним корнем. Оно имеет уникальную ценность или бесконечную ценность. Кант называл это бесконечной ценностью морального лица. А лицо ведь только мое или ваше. Нет лиц заданных нормой, нет лиц заданных идеалом и так далее. Так вот этот путь будем называть путь индивидуальной метафизики. Или путь индивидуальной этики, поскольку я сказал этический, гражданский смысл мы выявили. Это путь индивидуальной метафизики. То есть путь испытания мира так, чтобы в этом мире был возможен я как самостоятельная автономная инстанция. Как лицо. Это и есть метафизик, метафизический акт. То есть каков в мире, каким должен быть мир, какова реальность, так, чтобы было бы возможно, чтобы в этом мире был я вот с этим моей, этой моей претензией, этим моим требованием, этим моим испытанием, уникальным и невербальным. От этого никто ничего, никого не может избавить. Вот, например, еще один человек, который я хотел назвать, который может вам оказаться ближе, чем Пруст, потому что Пруст все-таки это роман, а вы, кажется, больше склонны к кино и к театру, так это тоже глубоко родственный Пруст человек, родственный по типу испытания, по типу мучений, проблемы, которые он решал средствами искусства в своей жизни. Это французский актер и режиссер, и скорее известный как теоретик театра, ну, теоретик, возьмите в кавычки, это Антонан Ахто, который начал, то, что он начал в 1922 году, а в 1922 году как раз умер Пруст. Я бы сказал, по моему глубокому ощущению, и то, что я сейчас скажу, не претендует ни на какую филологическую или литературоведческую точность, такое ощущение, что в момент, когда умер Пруст, его душа переселилась совершенно другого человека во рту и совершенно в другом материале все то же самое проделывалось заново, то есть тот же самый внутренний метафизический поиск. Артон, как вы знаете, был теоретиком так называемого метафизического театра или алхимического театра. А вот я сейчас сразу просто поясню только термин, я сказал алхимический театр, а он ведь просто другими словами сказанное то, что я говорил в связи с Прустом совсем другими словами в самых начальных лекциях. Помните, я говорил вам, что текст есть нечто такое, внутри которого рождается личность того, кто этот текст создает. А чем занималась алхимия? вы знаете, что она занималась поисками философского камня или философского золота, которое должно было рождаться какими-то трансмутациями. У алхимиков символы, то есть названия металлов и все химические операции в действительности были символами внутренней жизни и трансформации в ней. Они в действительности пытались рождать что-то в своих душах путем совершенно материальных построений в случае алхимиков химических. А в данном случае мы имеем в виду более широкое принципиальное отношение к тексту вообще. Текст есть нечто такое, который может породить искомый философский камень. Именно текст порождает. для Арто театр был такой машиной, которая своими сцеплениями организации своей должна была породить что-то особое качество души или особое состояние души. Поэтому он называл театр алхимическим театром или метафизическим театром. так вот параллельно с Арто, который был связан хотя внутренне я говорю это то же испытание и тот же запрос к миру, который у Пруста. Арто внешне связан с сюрреализмом. с Бретоном он участвовал в сюрреалистических манифестах 20-х годов начиная с 24-го года он с ними связан. То он с ними то сближался, то порывал с ними. А вот сюрреалисты тоже участники того, что я называл героическим искусством, но всего такой социального темперамента тех конкретных лиц, которые создавали это движение, прежде всего Андрея Бретона, он всегда был болен тем, что можно назвать соблазн революционности или соблазн социальных преобразований. И разрыв между Арто и Бретоном произошел, кстати, по этому пункту. Вот характерный сюрреалисты обычно сразу выясняли свои отношения путем манифестов. Они друг друга отлучали от школы, то есть от этого движения сюрреалистического, потом мирились так же шумно, опять же, путем манифестов, которые подписывались. Ну, подписывать манифесты тогда было очень модно в начале века. И Бретон в манифесте, которым Арто отлучался от сюрреализма, употребил характерное выражение, что Арто пытается подменить революцию идеи внутреннего преобразования человеческого существа или человеческой личности, потому что там лет французское, оно означает и бытие, и человеческое отдельное существо, то есть мы по-русски можем сказать личность. Обратите на слово сочетание внимание, преобразование самого себя или внутреннее преобразование человека, в отличие от преобразования массового социального бытия. А кто ему отвечал так на это? И вот здесь как раз лежит здесь пункт. Вот там наша точка, которую я вам говорил. Он ему ответил так. Что мне вся эта ваша революция и вся эта революция в мире, если я знаю, что я останусь раненым и несчастным в самой сективине моей мясорубки. То есть, он сказал простую вещь, которую мы уже говорили, который, пункт, которым я снова вас веду. Что бы, как бы, не устроилось вокруг, я сказал, нет царского пути. Никто, ничто, никакое социальное устройство вне нас не избавит тебя от необходимости какой-то. Помните неумолимая воля Альбертина, я говорил, точка, в которой мы сталкиваемся, от необходимости страдать, любить, самому понимать и на чем был Арто до центра зациклен, это на том, что мысль, понимание нужно рожать, а это почти что невозможно. Случайно. Арто это испытывал как мясорубку. То есть, он испытал следующее, что психический режим нашей жизни, психический режим нашего сознания работает так, что он не может произвести мысль. И что вот эта точка, в которой мысль производится, я уже вам ее описывал, она обладает одним свойством, она то приходит, то уходит. И как она приходит, не уходит. неизвестно. Просто улавливал ее через то, что он назвал прицеплением. Но он тут же признавался бедняга. Он говорил так, что вот это вот действительное я, внутреннее, подлинное я, которое фактически мы прошлым нашим рассуждением лишили психологические свойства и назвали какое-то, выделили какое-то бессубъектное сознание. Помните, я говорил вам, что здесь идет речь не об ассоциациях, вот в этих впечатлениях, а об испытании. И там нету субъекта, который что-то внутри ассоциации понимает и с актами понимания связывает нечто в такую связь, которую мы называем ассоциацией. Там этого нет. Там события происходят. Мы не можем приписать этому субъекту в классическом смысле, то есть в смысле классической психологии. Так вот, это вот некоторое сознание с большой буквы тоже без меня, без моего психологического я, оно такое, что я действительно что-то испытываю и понимаю только тогда, когда оно присутствует, например, упрусто, только тогда, когда оно было, вот это вот некоторое, опять вынуждены назвать это я, хотя я предупредил, что это не я, но некоторое сознание, только тогда, когда оно было, я действительно пережил смерть бабушки, смерть любимого существа. Действительно испытал все остальное, мне было знанием о том, что бабушка умерла, там потрясающая сцена, кстати, в русском тексте уже есть, в той части, которая переведена, и там потрясающе одновременно, не просто, не только описание великолепное по своим литературным качествам, там настоящий анализ того, как может случаться в мире, чтобы мне что-нибудь действительно пережить, не названием назвать бабушка умерла, а пережить смерть бабушки. Это разные вещи. Я вам говорил все время, что в тех явлениях, которыми мы занимаемся, одним и тем же словом называются разные вещи. Слово одно, а вещь сама, то есть сознание или переживание может быть, а может не быть. Может быть ее вербальная копия, и нет самого сознания. А когда есть само сознание? Есть тогда, когда есть какое-то я, которое мы не знаем, некогда бессубъектное. И вот вдруг о нем Прус говорит следующее. А вот что это за существо, то мое я, которое когда оно было, тогда я и пережил, понял бабушка умерла. Действительно испытал вот эту любовную связь, называемую переживанием смерти человека, которого любишь. Которого любишь. Так вот, что это за существо? Я ничего о нем не знаю, и знаю только одно, что оно, я употреблю французский термин, простите, потому что русский очень адекватный, оно интермитентно, то есть оно прерывисто. или иными словами, оно появляется потом в пространстве и время, которым его нету, потом снова появляется. И весь вопрос что? Если я есть, то есть я понимаю что-то, испытываю полностью, или героически, если вам угодно, тогда, когда оно есть, то где же гарантии? На чем основано его появление или иссезновение? Вот это мучило Артур. Для него такой проблемой была мысль. Он имел в виду, что сам по психическим законам организованный поток наших деяний, нашего сознания и так далее, работает в таком режиме, в котором появление упорядоченной мысли очень маловероятно. если она появляется, то я не знаю законов, по которым я могу ее сам рожать в следующий момент и контролировать ее. Для него это было мукой мысли. И, кстати, театр был одной из машин, которая должна была быть организована, построена так, чтобы с большей вероятностью рождать в состоянии называемые мысли. Я так ясно выражаюсь, не очень, да? То есть, слова я употребляю все простые, но я понимаю, конечно, что это ухватить сложно, но на это я могу ответить вам только так, что понять то, что я говорю, можно только при одном условии, которое я уже вел, что вы сами это испытаетесь. То есть, понять, что такое мысль, а я это описываю снова, можно только, если сами будете мыслить. Сами будете мыслить, тогда все это станет на место, и все это будет понятно. так вот, от этого нас никто не может избавить. Более того, когда человек говорит такую вещь, а я говорю это вслед за Крустов, вслед за Арто, Круст тоже очень не любил идеологические романы, все социальные романы, проповедующие революцию, преобразование общества, это все идеологические романы. Так вот, здесь они одновременно и отдавали себе отчет механизме, который здесь за обликом революционера стоит. Я его вам выражу так. Ведь вся проблема того, что я называл невозможным, мужеством невозможного или героизмом, она состоит в том, что, я приводил вам пример бензина, плохих предметов вокруг нас или хороших предметов, хорошей социальной, то есть хорошо устроенной социальной среды вокруг нас или плохой социальной среды вокруг нас, я говорил, что вся проблема это в том, что бы ни было, независимо от времени и места, я могу. такой взгляд на мир предполагает, конечно, что человек принял фундаментальное одиночество, которое в этом имплицировано, потому что в этом всякий человек один. Я должен вам сказать, что есть глубокая философская истина в следующем утверждении, которое я сейчас вам предложу, что действительная человеческая связь возможна только между одинокими людьми. Все остальные больше разобщены, чем им кажется. А это, конечно, потому что я сказал, действительно непонятно, хотя все слова простые, а это вы покрутите у себя в голове и приложите к своему опыту. Только я просто вас предупреждаю, что это то, что я сказал, доказуемо. Так вот, Артоп прекрасно понимал, и Пруст прекрасно понимали, поэтому они избежали соблазна социальности, они понимали прекрасную вещь, что это отказ от идеи «я могу» на пути какой-то успокоительной или утешительной иллюзии. Ведь связывать себя с преобразованием общества так, что если общество преобразовано, я буду хорош, означает, что я не могу жить в мире, потому что не имеет смысла мне одному быть высоким. я могу быть высоким, только если все будет высокое вокруг меня. Вот это пафос революционера. Почему они преобразуют общество? Одной простой причиной. Они боятся быть одними такими, кого можно было назвать человеком. Механизм здесь тот же самый, что у Круста, когда он написывает весь архетип своей любовной жизни, когда рассказывает о поцелуе матери, ведь там схема простая, не могу быть один. Я цитирую слова самого Круста. Не могу быть один. А это есть чувство, от которого Круста путем целого романа избавляется. Избавляется, чтобы смочь быть один. А это действительно рабство считать, что имеет смысл. Это очень практично, кстати. Я буду хорошим, если весь мир вокруг меня хороший. Я хороший. Чтобы мне быть хорошим, я должен сделать весь мир вокруг меня хорошим, потому что я не могу, если у меня мир хороший и не имеет для меня смысла быть хорошим. Я уже немножко вульгаризирую слово «хорошее», это глупое слово, но просто чтобы суть дела была понятна. И когда человек боится, ему нужны успокоения и утешения. И тогда высокие социальные идеалы и мечты о лучшем обществе и есть это утешение и успокоение. Вот весь комплекс революционерства в том смысле, в каком я говорил, содержится здесь. То есть он для нас является обходом проблемы очень простой. Я здесь, в этой точке. И здесь и теперь мне нужно соединиться с самим собой. И самим собой я соединяюсь, разрабатывая или прорабатывая впечатление. То есть когда Прус занимается впечатлениями, он занимается немгновенными ощущениями. Не ловит мгновения, не углубляется в свой собственный мир, не придается к субъективной игре воображения, а он ищет реальность. Имея в виду, что все то, что вырастает из нас самих, кует нам цепи рабства, но эти цепи можно разбить, если понять, что они выросли из нас самих, а не из мира. И тогда ясно, что имеет в виду он, когда говорит следующую вещь. Это все я пока делаю предупреждение о том, как нам нужно понимать место проблемы впечатлений. впечатление колокольной, впечатление от деревьев, впечатление от пирожного Мадлен и так далее. Вы знаете, что мы под впечатлением всегда имеем в виду какое-то непосредственное ощущение, непосредственное чувство. Они мгновенные и кто-то может заходить им предаваться. Так вот, Прус пишет так, это в письме 12-й год. Пишет так. Ничто не является для меня более чуждым, чем искать в непосредственном ощущении, оказалось бы, что более непосредственное, чем то, что мы называли впечатлением. Колокольные или пирожные могли. Ничто мне не чуждо более, чем искать в непосредственном ощущении, а тем более в материальной его реализации, ну, реализации путем наслаждения, если я ищу непосредственное мгновенное ощущение, я тут же осуществляю материальную реализацию, я наслаждаюсь. Так вот, ничто не является для меня более чуждым, чем в этом искать присутствие счастья, говорит Прус. любое ощущение, каким бы незаинтересованным или бескорыстным оно не было бы, ну, потому что у нас есть корыстные ощущения, ну, связанные с тамшими аппетитами, связанными с аппетитами еды, или сексуальным аппетитами, или другими аппетитами, а есть высшие, так в кавычках, ощущения, ну, скажем, я наслаждаюсь запахом розы, я ведь не могу ее сожрать, казалось бы, бескорыстные. Так вот, ощущение, каким оно не было бы бескорыстным, говорит Прус, ну, скажем, запах, ясный луч света. если они присутствуют, то я чувствую, что они слишком еще находятся в моей власти, чтобы быть счастливым. Повторяю, присутствующее ощущение, оно не может быть вот тем источником, о котором мы говорим, потому что пока оно присутствует, оно еще от нас зависит. Помните, я говорю вам, независимо от нас записи сленой и так далее. Вспомните эту тему, но я не буду ее сейчас снова поднимать. От нас зависит, ну, в том смысле, что мы им пользуемся, когда запах розы присутствует, он от нас зависит в том смысле, что мы наслаждаемся запахом розы. Или пирожное присутствует, тем, что я чувствую, наслаждаюсь вкусом пирожного. И именно присутствие этого вкуса, как вы понимаете, ведь никогда не откроет ворота для воспоминаний, которые заложены в этом пирожном. Оно стоит на дороге этих воспоминаний. Пока оно пирожное в моей власти, то есть во власти моего использования этого пирожного путем поедания, я еще просто говорю, я еще не имею счастья. Так вот, когда, но, когда одно ощущение напоминает другое, когда я их испытываю между, вот опять слово между, о котором я вас предупреждал, когда я испытываю его между настоящими, и прошлыми, в скобках он пишет, но не в прошлом. Опять здесь и роман, о прошлом, казалось. Вот видите, как опасны слова и как нужно совершенно все, я хотел сказать, иначе понимать, а потом понял, что нужно просто сказать, понимать, потому что понимать можно только понимать, а все иное это непонимание. Так вот, оказывается, во-первых, нет никаких непосредственных ощущений просто, и нет никакого прошлого. То есть ни о нем, ни о том, что мы имеем в виду под прошлым, идет речь. Он говорит, и не в прошлом, здесь, говорит, невозможно объяснять это, он писал письмо даме, естественно, он тут, хотя я с дамами здесь обращаюсь очень вольно и вынуждаю вас слушать всякие сложные рассуждения и нарушаю тем самым правилом, которые на себя взял Прус в письме, но он ведь письмо писал принцессе, принцессе Бебеску, и поэтому здесь невозможно это разъяснять, почему не в прошлом. Так вот, когда между прошлым и настоящим, тогда, говорит Прус, я могу испытать счастье. И говорит, если я не переставаю, можно сказать, что я не переставаю желать, то я могу сказать, что я никогда не надеюсь при этом. Это опять другой тип стояния, то есть стояние героическое в отличие от революционных требований к миру. Революционер надеется, а в нашем мире, в котором мы ходим, то есть в мире метафизического мужества или мужества невозможного, нет надежды. А есть только одно. Найти или постоянно воспроизводить в себе основу или машину, как я говорил в случае Арто, машину чего? Вечности желания или самовозобновления состояний, в которых ты что-то понял, полностью испытал, был счастлив или несчастлив тоже можно повторять, если через несчастье что-то узнаешь. поэтому все действия реализованные состояния, то есть реализованные, они сами себя исчерпывают, в отличие от тех состояний, которые ищет Прус, в котором состояние возобновляет причину своего собственного появления или бесконечно. вот мы вводим в тему впечатления, в тему бесконечности, которую мы уже затрагивали, я хочу сказать, пометить, что речь идет о бесконечных или вечных, как я в прошлый раз называл, вечных впечатлениях, которые, как в музыке мотив непонятый, но ценный, повторяются, непонятый, но колдущий, они повторяются. И вот это повторение есть ритм скрытой жизни реальности. Не той реальности, которую мы видим нашими глазами, в которой желание исчерпывается с удовлетворением желания. То есть реализуется практически, тем самым исчерпывается. Пойдем дальше. А еще вот пытаясь объясниться с многочисленными читателями своего романа, прустофский роман получил после войны сразу же второй том. То есть девушки в цвету, под сенью девушек в цвету получил Ганкуровскую премию, тогда, пожалуй, самую престижную премию Франции. Хотя первый том прусто был напечатан им фактически за свой собственный счет в издательстве Голосе. И этот роман, то есть первый том был отвергнут издательством Галимар, в котором потом уже прустофер все время опубликовался. Так вот, эти возникшие недоразумения были связаны с темой впечатлений или ощущений мгновенных то, о чем я говорил. Они были связаны с тем, что роман написан в первом лице, то есть там говорится, все излагается через оборот. Я увидел, я почувствовал, то есть я фигурирую. И, конечно, все воспринимали этот роман как исследование автором этого романа исследование самого себя как конкретного психологического я, нечто вроде таких автобиографий, мемуаров и прочее, прочее. И это было совершенно ничего общего с замыслом Пруста не имело. Так же, как под впечатлением он имел в виду не мгновенные состояния психологические, так и под я он не имел в виду вовсе исследования как говорит Пруста копания в отвратительном смысле копания в самом себе. У него не могло быть мемуаром, потому что он прекрасно понимал, что там если мы пишем мемуары, то есть о конкретных событиях рассказываем и мы к этим событиям слишком близки, а не слишком в нашей власти, во всяком случае, наши ощущения от этих событий в нашей власти. То есть мы ими наслаждаемся, применяем себя в пользу или страдаем, то здесь мы не можем найти истину по одной простой причине. Если я пишу мемуары, я свободен от композиции, от фиктивной конструкции. А фиктивная конструкция это единственное, что в своем пространстве может родить истину и смысл. То есть сильная композиция как бы есть такая вещь, которая сильная в том смысле, что она вытягивает из куска мяса, пронизываемого мгновенными ощущениями, наслаждениями, радостями, огорчениями, конкретными событиями, которые мы все практически используем, вырывает из этого куска мяса, который сам по режиму психического своего функционирования ничего не может родить, вырывает из него истину и смысл. То есть чтобы понять, что с тобой происходит, не мемуары нужно писать, а нужно врать, то есть фиктивную композицию романа, иметь структуру или сильную форму. Русс говорил о кафедрале, о соборе. То есть собор как нечто, что внутри себя рождает историю. то есть собор ведь не изображение чего-то. Короче говоря, я добавляю это к проблеме героического искусства или того, что артисты смещались к героизму тогда, когда общество смещались к рабству. Вот они поняли, что произведение есть что-то, что не описывает нечто вне самого себя являясь словами Пруста тогда бессмысленным дублем реальной жизни. И тогда действительно разумны слова Паскаля. Вы знаете, что он говорил так, иронически говоря о живописцах, он говорил, почему-то принято придавать какое-то значение в живописи, придавать какое-то значение изображению лица, которое не имеет никакого значения. То есть лицо не имеет никакого значения, а почему-то изображению его, то есть копии его, почему-то ею наслаждаются, придают изучение. Так вот допустим, искусство не такового, оно не описание чего-то. Сейчас добавляю одну черту, что они поняли, что я назвал это сначала композицией, а теперь или сильной формой, а теперь называю. Они поняли, что в произведении есть такой объект, который не есть реплика или зеркало других объектов. Он сам рождает в себе свои собственные содержания, в том числе рождает и в человеке, который или пишет это произведение, или его понимает и воспринимает, поскольку оно совпало с его личным опытом. Оно дает ему машину производства смысла. И эта машина смысла, мы понимаем, она в отрыве находится от непосредственности наших впечатлений и от практических реализаций. Прус говорил так, что я, как бы говорит, никогда не испытываю, не переживаю нечто, мгновение самого переживания. Чтобы мне пережить объект, мне нужно с ним расстаться. Так же, как цветы Бальбека, то есть цветы юности, Прус переживает в Париже, то есть в другом месте и в другое время уже взрослым человеком. любить одно в другом и не тогда, когда это непосредственно с тобой, вот путь поиска смысла впечатлений у Пруста. И вот, кстати, вот то, что я сказал сейчас, что у меня мания понимать после того, как что-то произошло, и любить, или испытывать, когда уже объекта самого нету, то есть воссоздавать в своем сердце. Он это предупреждение делает опять в письмах, разъясняющих. Короче говоря, как всякий творческий человек, Пруст столкнулся с тем, что его творческий труд сразу же породил культурную тень самого себя, или эквивалент культурный, который заслонил и исказил смысл самого труда. Ну, это просто закон такой странный, обидный, конечно, закон, это случилось почти со всеми мыслителями, художниками, например, это случилось с Кантом в истории философии. Стоило человеку сделать что-то, и сразу мгновенно появился расхожий культурный эквивалент философии Канта, который ничего общего на самом деле с философией Канта не имеет. он рождался буквально тогда же при жизни Канта, так же, как при жизни Канта, просто возник расхожий дупликат, дупликат или эквивалент его романа. Так вот, следовательно, когда мы занимаемся проблемой впечатлений, нам нужно представить себе следующую, кстати, картину. Ну, во-первых, впечатления любые, то есть нечто, что называется впечатлением. Это впечатление могут быть следующей категории впечатлений. Сейчас я буду давать признаки того предмета, которым мы занимаемся. Со словом впечатление чаще всего просто связано следующее слово, оно по-французски дизлокасион, дизлокация или разрыв. Который можно описать так. Все наши впечатления длятся во времени. Это время может быть минимальным, но они все равно длятся. То есть одно впечатление переходит в другой момент времени самого себя. Длится. А то, что называют впечатления, это такие, которые не переходят в следующий момент времени и вызывают разрыв временной. колокольчик, скажем, скажем, впечатление от колокольня, то есть то необъяснимая, то необъяснимая радость, которая вызвана видом колокольня, она не переходит в следующий вид или в следующее впечатление о колокольнях. Следующее появление колокольня не имеет ничего общего с этим состоянием, то есть состоянием самого впечатления. Или выразимся так, и это мы тем самым коротко ведем проблему времени сразу же, вернее, понятие времени, потому что проблему времени мы уже вводили. Впечатление есть такая вещь, в которой я испытывающую впечатление делаю, ввожу развлечение между мною, который ищет смысл впечатления или хочет понять его и мною, который испытывает это впечатление. Повторяю, есть различие между испытывающим я и между понимающим или пытающимся понять я. Я не совпадаю со своим собственным состоянием. Это ясно, да? Если я думаю об ощущении, то я или сознаю ощущение, то я не есть это ощущение. Я различил себя от чего? От самого себя. А что такое время? Простое интуитивное определение времени как такового. Время есть отличие предмета от самого себя, а пространство есть отличие одного предмета от другого. Пространство есть различенность предметов, а время есть отличие предмета от самого себя. Единственное, что отличает предмет от самого себя, есть время. В этом случае, когда мы в чистом виде, то есть в понятии выделяем время, то предельное различие, минимальное различие, это и отличие от самого себя. Или пространство. Предметы в пространстве могут отличаться многими свойствами друг от друга. Но различие как таковое их друг от друга есть пространство. Вот то, как они не употребляют никакие другие свойства, отличные друг от друга, это есть их расположение или есть пространство, что они занимают разные точки пространства, разные предметы. Так вот, я отличил себя от состояния, это есть время. И это отличие не входит в следующий момент моего уже длящегося состояния. Я продолжаю видеть колокольню. я как ищущий смысл или состояние взятое с этой стороны, то есть со стороны своего временного различия, не совпадает с состоянием самого этого переживания или впечатления в следующий момент времени. Оно не перетекает в него и вызывает то, называют просто дизлокацией, разрывов. И рождает как раз тот промежуток, который между, между, я говорю, прошлым и настоящим. Такая дизлокация, повторяю, может быть между какое-то прошлое воспоминание одного и того же предмета наслаивается на сегодняшний его вид. и они не совпадают. прошлые воспоминания не имеют того окружения предметов, которые имеют сегодняшнее восприятие. Оно не может с ними соединиться. И тем самым оно вырывает его из контекста. Значит, каждый раз мы имеем дело с вырванными из контекста ощущениями. Ну, скажем, когда, если я иду вслед за Прустом по мощеному двору дворца Германтов, и при этом из-за неровности плит вызывает во мне, возрождает в моем сознании живыми запахами, звуками Венецию, потому что там когда-то споткнулся о неровности площади церкви у собора Святого Марка, то ясно, что я иду не по двору Германтов. То есть впечатление хождения, последовательность хождения или впечатление хождения, она не разорвана. Акт хождения не вкладывается в самого себя в следующий момент времени. Это дизлокация. Вот такого рода впечатления могут быть любые такая дизлокация возможна. Ну, скажем, простая дизлокация. Альбертина говорит мне что-то, что вопреки или независимо от содержания говоримого, то есть какого-то рационально организованного сообщения, которое адресует мне Альбертина. При этом у меня есть впечатление, вот то, что у меня есть, это будет называться впечатлением, впечатление от качества ее голоса и от того, что она покраснела. Ну, скажем, я помню, чтобы вам говорить, что я имею в виду под впечатлениями, которые никакого отношения к фактам пока не имеют. Вот, скажем, я могу утверждать, что, как со мной случилось в юности, может, поэтому потом мне так полюбился Роман Круста, я ведь, будучи юношей, ничего не знал реально о том, что происходит в обществе, более того, я, конечно, не знал, как оно устроено, но я чувствовал только одно, что язык, на котором говорится в газете, не может быть языком действительности, у него было качество, чего, не по содержанию, я в содержании не мог ничего, ничего не знал, я не знал противоположных фактов, у меня были какие-то другие впечатления, конечно, но неважно, качество языка было для меня впечатлением, то есть тем, что потом повторялось как мотив, потому что было, с одной стороны, магическое на меня действовало, то есть вызывало у меня ясное сознание, что таким языком правда не изъясняется, и в то же время было, требовало продумывания, то есть имело внутри себя будущую историю, или свое время, не время моей эмпирической жизни, и хаоса ее впечатления, а время, условно скажем так, своего мотива, или время, внутреннее время мотива, повторяющегося, или имеющего ритм, как скажем, ведь те впечатления, которые у прошлого были, для которых он застрял в какой-то момент времени, ну, где-то, скажем, когда ему было 7 лет, они, подминая под себя его реальную жизнь, повторяются своими связками, повторяются его в последующей жизни, как вот запах уборной, о котором я говорил вам, прошлый или позапрошлый раз, он повторяется сценой комнаты дамы в розовом, я рассказывал, не буду повторять, я уже не говорю потом, что это повторяется реальным переживанием любви Свана и Одет, об этом я тоже говорил, ну, просто я сейчас связываю нити, это впечатление, следовательно, может быть, не только от колоколин, пирожного, это может быть идейным, идеологическим впечатлением, скажем, как я приводил вам пример, от газеты, то есть мы в любых разнообразных областях можем испытывать нечто, называемое впечатлением, то есть нечто, которое вызывает в нас вот такую вот дизлокацию, то есть мы, ему не находится место в содержании самого же впечатления, которое я продолжаю, в содержании ощущения, которое я продолжаю испытывать, и оно подвисает где-то и поэтому и она как раз предполагает что предполагает что я ничем ничем его не разрешаю я остаюсь при нем то есть я ничем не буду не пытаясь на него место поставить знание я не пытаюсь скажем заменить страдание от смерти любимого человека мыслю о том что можно любить и других людей если никто нибудь скажет что ты зачем же ты страдаешь ведь во первых полюбишь другого или если я раскаиваюсь каком-то поступке он мне скажет ведь прошлое нельзя сделать не бывшим поэтому твое раскаяние бессмысленно а действительно вся проблема на организации нашей душевной жизни остается состоит в том чтобы оставаться в недеянии как я сказал вам то есть недеяние что такое никак не разрешать его реактивные наши реакции реактивное наше состояние толкают на то чтобы разрешать как ну скажем убили друга я убиваю всю убиваю обидчиками скажем убили солдата можно жить деревню в которой его убили якобы из-за угла или не по правилам это якобы переживание смерти друга вот есть две разные вещи переживание смерти друга которым ты застрял в том что я называл трудом жизни дать химии повариться и есть реактивное разрешение то есть зачеркивание самого переживания путем действия в котором якобы это переживание реализуется здесь и могут любые это войне скажем действия вместе таковые и там никогда человек не узнает смысла то есть он никогда не увидит из себя и своего врага с обеих сторон тела то есть он никогда не поймет судьбу а будет вот игрушкой реакции реактивных состояний а если амплифицировать эти реактивные состояния которые есть у десяти и у двадцати у ста субъектов то мы можем получим получить в масштабе общество целую фашистскую истерику которую мы могли видеть в 30-х годах германии и в других местах то есть мы получаем крупные глобальные общественные явления из чего из механизмов индивидуальной психологии назовем так или индивидуальной метафизики то есть психологии у нас тогда когда мы не проделали метафизическую работу то есть метафизическая работа в данном случае из работа труда жизни ты стоишь на месте ничем не заменяешь состояние или впечатление может говорить я всегда избегал материальной реализации впечатления он понимал потому что если я прервал движение впечатления другим каким-то движением то там разовьется совершенно другая судьба и другой другие другие нити в том числе нити рабство кстати прерванные движения могут быть патогенными я уже в случае общественным говорил о том что они могут быть патогенами то есть развязать глобальные социальные явления они и в психической жизни как раз вот те вещи в которых мы не времени ли смысл они сомкнувшись с объектом который прервал состояния разрешив его могут оказаться патогенами уложившись в глубины нашей души и глубин нашей души и рождать последующим актуализируясь рождать болезни значит вот эта точка это того что я раньше называл трудом жизнь она обрела перед нами тверд другие еще характеристики связанные с впечатлением то есть каким-то прямым ударом истинный внутри которого я должен держаться держа этот удар и не в ни в чем его не растворяя что конечно предполагает определенное мужество так вот нам нужно теперь представить эту точку как бы подвешенную и все такое труд жизни труд жизни если некоторые состояния длиннее при котором ничего не происходит вот некоторый внутренний акт который не имеет никаких продуктов он мы как бы ждем греки называли такие состояния известным вам словом но она сейчас для вас может быть контекст его неожиданным неожиданным и контекст этот раскрывает этим логической смысл этого слова мы его чисто логически воспринимаем это слово опорья 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 вы знаете что такое опоре это логически противоречивая ситуация суждений мыслей опорья а в действительности этим логическое поре означает у греков непроходимое место и с этим непроходимым местом они связывают другое гениальное слово следующее называемая а механия что полный эквивалент восточному термину недеяния а механия и вот все герои трагедии греческих всегда оказывается в состоянии а механи и когда нельзя впасть в сцепление то есть нельзя делать ни для этого ни другого все сцепилось так что и там есть истина и здесь есть истина и там попадешь в сплетение какого-то механизма чисто реактивного и здесь пойдешь сцепление механизма и ничего другого не дано не можно только ждать это а механия и это есть полное одно из одно из разновидностей полного и завершенного состояния зрелости а механия у греков всегда была связана из акме передом зрелости человеческой или взрослости в отличие от инфантильности которой я вам уже несколько пассажей относительно этого инфантилизма я проделал уже перед вами и вы знаете что такое инфантилизм инфантилизм это оказался целым мировоззрением мир инфантильного человека устроен вот как я вам описывал тогда из злых и хороших предметов одни даже доставляют все время в заговоре против меня другие должны мне по головке гладить и по какую сторону пиренеев больше любят русского человека или как если вы наш герой марсель спрашиваю по какую сторону калитки комбре как я говорил вам позапрошлий какой-то еще раз по какой сторону калитки комбре больше не меня любят а он ставит другой вопрос вцепившись впечатление он ставит вопрос по смысле как государство гамлет который на все реагирует так вы реагирует в а механией то есть не деяние но внутреннем деяние то есть каком деяние поиска что это значит какой смысл всего этого и кстати я должен вам сказать вот я приводил вначале связывая с прустом пример мучения арто антона на арто это действительно абсолютно безумная фигура который реально потом сошел с ума но который реально на своем теле пережил это состояние что во первых мысль случайно и когда она есть это самое большое чудо и за нее нужно платить своим телом этой мысли должна быть плоть а я для ее должен дать эту плоть и вон вот такой этого антона арто художник французский андрей масон который тоже был в свое время связан с сюрреалистами и многие книги сюрреалистов выходили с его иллюстрациями андрей масон он назвал его наш гамлет и вот действительно это был реальный реальный живой не из книги реальный гамлет во французской культуре ну ладно я опять занесло в сторону значит я напомнил вам о механию подвешенное состояние иллюстрирую его на том что вот это наша некоторая какая-то точка нашего пребывания опорья непроходимая точка в ней мы преданы а механией не деянию и по дну я говорю подвешены с ней совмещено как и тоже говорил вам раньше совмещено впечатление она как бы заставила остановиться меня в этой точке называемом и а механия и опорья и вот из этой точки наложить вот на все последующие на которую меня осталось по-моему очень мало времени на все последующий образ такой вот как бы подвешенная . с которой или на которую происходит собирание с разных точек пространства и времени вот в этой а механи и я наш герой прусс собирает в альбеке и в ней же в эту в эту точку собирается с точки парижа с точки двора германтов где он идет по мостовой и 100 двора германтов где он идет по мостовой и с точки венеции то есть связь различных точек пространства и времени дается не по их собственной которая нам кажется их собственной связи нашей последовательности и пространственной и временной а они берутся как произвольные точки соединяемые только по законам вот или подвешенной точки с этой точки я как бы выбираю с разных мест пространства и времени это ткань кстати в математике есть очень похожий на этот образ такого выборки точек когда имеется скажем четыре точки задается произвольная то есть задается какая-то одна . и из нее произвольные две выбираются из этих четырех потом из новой . которые есть сплавы этих трех снова выбираются и еще тебя и так далее так далее но это совершенно необязательный образ я просто говорю такие вещи в математическом воображении проигрываются математиками проигрываются так вот дело то что мы имеем дело с опытом человека который на своей шкуре испытал что то что происходит в реальности происходит по законам вот такого вот собирание движение в некотором не в реальном пространстве и времени а вот в некоторым вот этом которые строятся вот так вот на подвешенную точку если ты мне задержался выбираются или наслаиваются выбором из различных разнородных точек том числе из прошлого что кстати не обязательно будет точки могут быть и одновременными то есть их разница это безразличный и мы знаем что вот эта ткань вот такое построение нашей душевной жизни очень деликатно фактически ничто не гарантирует чтобы она держалась чтобы она вообще была и вот это испытание антона на он знал что мыслить можно только подвесившись и выбирая с различных точек а фундаментом для этого никаких гарантий нету это место на которое или из которого выбирает она приходит и уходит также как прерывистые или перемежающиеся я как есть перемежающаяся лихорадка перемежающиеся я у просто откуда приходит и куда уходит и вот отвечать просто отвечал на вопрос куда уходит очень сложно то есть и тоже меня просто то есть он отвечал на этот вопрос именно наши темы темой реминисцентных впечатлений темы впечатлений которые организованы как воспоминание непроизвольное всплывание то есть в подвешенной точке если я задержался подвесил свой опыт а механией я могу разобраться испытанный мной дизлокации то есть смещение разрыве которые в нем разобраться пройти в созданный промежуток дизлокации то есть созданный дизлокации разрыв промежуток разрыва пройти могу задержавшись и трудом и там не помогают сами непроизвольные воспоминания то есть как бы вот в русском языке нет точного перевода слова французка который одновременно является и религиозным понятием и религиозным символом это крас милосердие божие как бы там где мы вот так вот напряглись там где нет оснований иногда нам помогает можно раз божественное то есть божественное милосердие а пусть скажет раз милосердие непроизвольных применесенций посмотрите что он пишет да во первых я должен вам рассказать что пуст для своего романа и это важен для град уже я сказал откуда приходит и куда уходит этого перемежающиеся я мы не можем захватить его свою собственность и считать что вот она впредь все время все время будет что-то другое в мире должно обеспечивать делать так чтобы она появлялась для этого я слышу мы должны поработать мы должны подвеситься в длящемся опыте то есть в недеянии а механией так вот для своего романа рус колебался между двумя названиями он выбрал известное вам название поисках утраченного времени и сейчас я коротко вам определить что значит утраченное время прошлое время которые являясь нашей проблемой это то который я назвал словом временели то что временилось внутри а механией задержанного или длящегося и подвешенного опыта а потерянное время это то который не времени вот например действие такое гамлик узнал что чем тень ему сказал как можно верить тени когда даже людям нельзя верить ваши люди являются тенью самих себя своих собственных мнений или мнение общества он поверил поверил тени и вышла сразу выходит в шпагу и пронзил я не своего отца вот вот это вот эти все действия являются потерянным временем и налоги просто так прямо не говорит как я вам сейчас говорю по смыслу это именно то то есть время которое не времени ли есть потеряны время которые времени ли она тоже уходит в прошлое то есть может быть забыто и войти в какие-то предметы но она имеет шанс восстановиться в памяти то есть всплыть непроизвольно поскольку мы над ним работали то есть применили а вот то что не времени ли это будет в аду то есть вне бытии или за пути от это за бытие или за бытие дескоте стать ударение смысла здесь связано ясно за пути и забыть и забыть и или быть вне бытия другой смысл смысл и связаны так вот пояснив смысл потерянного времени я возвращаюсь просто колебался и он выбрал поиск утраченного времени а манила его и другое название между ними он колебался а именно он хотел назвать всю свою папею интермитенциями сердца в итоге там один даже не часть наглавка в одной из частей романа называется интермитенции сердца или перемешать перемежение сердца ну мы понимаем что сердце может здесь заменить перемежениями бытия перемежениями я интермитенциями я интермитенциями бытия интермитенциями сердца он хотел весь роман назвать интермитенциями сердце но потом выбрал все-таки в поисках утраченного и и вот он пишет так письме знаешь в связи с тем что нужно вот этот некоторые отрыв или отстранение от самих себя о котором я вам говорю во время которые есть время то есть отстранение от самих себя себя и есть время чисто ведь или время а механией время недеяния или время опоры то есть непроходимого места и вот с этим имея ввиду что отстранение от себя и есть единственный путь на котором мы что-то в себе можем познать и в других и вот что отстранение себя создает какой-то промежуток вот это вот между между прошлым и настоящим дизлокация там все время что-то между есть какой-то зияющие между созданная дизлокации или открытые разверстая дизлокации так вот что дальнейший шаг нужно сделать что же в этом между нас может держать и просто пишет так я выбрал говорит он общее название поисках утраченного времени это книга высшей степени реальная тоже характерный оборот это непосредственно восприятие который сразу находит слова которые кажутся необязательными но если понимаешь это восприятие то тогда они точно стоят на месте книга высшей степени реально то есть это книга о той реальности реальности скрытой нашей повседневной реальность наша повседневная реальность скрывают некоторые реальность вот моя книга о реальности о реальной реальности скажем так так вот эта книга высшей степени реальная говорит он но каком-то в какой-то мере поддерживаемое чтобы имитировать непроизвольную память дальше скобки сложных здесь немного сложная фраза но я не виноват не виноват там случайно сложная в письме просто мог себе позволить такую неплохо артикулированную фразу в романе он позволял себе длинные фразы но они имеют артикуляцию очень четкую и фантастическую артикуляцию прям как на хорошо организованной волне плывешь по такой фразе а здесь нет посмотрите значит по я повторяю эта книга высшей степени реальная но в некоторой степени или в некоторой мере поддерживаемая порядке имитации непроизвольной памяти скобках которые по моему хотя бергсон не делает этого развлечения спрашивали о бергсоне с пустом хотя бергсон не делает это развлечение является непроизвольная память является единственно верной поскольку произвольная память организуемая нашими волевыми и сознательно контролируемым усилиями я вспоминаю то-то я восстанавливаю факт это произвольный память произвольная память память ума и глаз дает нам от прошлого только неточные фоксимиле которые не более похожи на реальность чем картины плохих художников похоже на весну обратите внимание на чем имеется ввиду не описание весны плохими художниками ну даже и хорошими а имеется ввиду сама весна дать саму весну или дать само воспоминаемое событие не картину его она сама собственным лицом собственным существованием собственной персоной как выражается в 20 веке феноменологии так вот здесь закрывается скобки и дальше идет фразы за которые конец за которые я все это привожу значит опустим скобки которые нам тоже полезны были и прочитаем без этого интернета интернета скобок значит высшей степени реальная книга поддерживаемая порядке подражания и произвольной памяти красам то есть поддерживаемая милосердием и благодатью я не знаю как это слово переводить поддерживаемая милосердием через запятую корневищем воспоминания то есть реминесценции то есть это уложенный корень реминесценции он может порядке милосердия послал тебе непроизвольное воспоминание порядке милосердия связать то что для связи своей не имеет гарантированных оснований или само собой отлаженных и работающих механизм на который можно было бы положиться а самому отвернуться в сторону лечь поспать а вот за это время механизмы будут вот так же как мы сейчас 20 веке то есть в нашем нашей стране все спим и думаем что на летающих тарелочках будут всякие чудеса у нас появляется тоже разновидность общественного сновидения или когда мы думаем что как дикари которые своей пляской пытались вызвать дождь мы иногда ритуальными плясками пытаемся вызвать обилие продуктов которые на нас посыпется вот значит у нас есть внутренний кон ну как бы представьте себе вот такой вот перевод под это я сказал подвешенная . представьте себе наложить ее на образ ну дерево трудишь корень древний символ кстати люди были не дураки а и не в этом дело даже что они были дураки а вот то все законы духовной жизни которые мы сейчас провозглашаем след за прустом на опыте пруста они гласит что для подвешенного места с которого происходит выборка произвольно взятых точек этими произвольно точками взяты может быть . моя здесь и дикаря яска идеи